Саша уже идёт. Сайрам. Сайрам. Сайрам, мои дорогие. Дошло время. Так ты уже снимаешь. Да, дошло время и до тебя. Всё, моя половинка тоже пришла. Привет. Проходите. Я закрою дверь, потому что там жужжит, что у нас там творится. Это я вот для Саши сделаю. Лифт чистят. Ну, чтобы не шумело, закрою. Так себе захотят интервью давать. Пускай дают. Я просто хочу джинджер, лемон, хани, чай. Но хани, мёд, это вот отдельно. Добавляйте потом в себе. Вдруг горло засохнет, а тут вот такой полезный чай. Напиток. Напиток, да. Вдруг Саши придёт, я на всякий случай и ему. Здравствуйте, дорогие друзья. Намасте. Сайрам. Сегодня у нас четвёртая встреча с Александром Семаньковым. И даже уже с Читой Семаньковых. Потому что сегодня Саша пришёл с женой, с супругой. Надюш. С Надюшей. Ну что, тогда мы начнём с Матргайты. Давайте. Ом. Ом. Гурбовах сваха, тацавитур вареньям. Гаргудэва святхи маги, дгийо-йо на пращу даят. Ом. Гурбовах сваха, тацавитур вареньям. Гаргудэва святхи маги, дгийо-йо на пращу даят. Ом шанси, шанси, шанси. Ну, мы, когда поём мантру Гайетри, обращаемся сразу к трём планам. Физическому, тонкому и божественному. Поэтому, вот эта вот вибрация в мантру Гайетри, 24 слога и 24 центра чакры, 7 основных мы знаем, и другие чакры, они находятся в теле, они начинают вибрировать и открываться. Поэтому, когда мы знакомились с Сатисайей, то есть первое, что он говорил, пойте мантру Гайетри, хотя бы три раза в день. Три раза утром, три раза в полдень и три раза вечером. И это уже принесёт вам большое благо. Мантра Гайетри до того, как Сатисайя её обнародовал, она была чисто ведической мантрой и пели её только посвящённые брамины. Но с приходом Аватара мантра Гайетри раскрылась и стала доступной. Поэтому надо её использовать для того, чтобы блага этого мира и наше осознание своей божественности раскрылись в полной мере. Ну, это такое маленькое вступление. Мы будем потихоньку рассказывать некоторые аспекты, чтобы это впитывалось не как проливной дождь, а маленькими таким дождём моросящим, и земля впитывает, и всё хорошо произрастает, не смывая плодородную почву. Начну со стихотворения, которое я посвятил Сатисайе в 94-м году. Стихотворение написано. Учители учителей. Вот когда Сатисайя меня взял, как я рассказывал, в свои объятия, я понял, что это учитель учителей. У Бог любви я благодарен за свет, подаренный тобой, и наша встреча, словно сказка, горит немеркнущей звездой. Вдыхал я запихи блаженства, и всё не верил я глазам, что твой огонь, как нежности соцветия, судьбу мне в розе рисовал. И, наслаждаясь словом исцеления, я дух огня впитал душой. И нет теперь прекрасней дружбы, когда судьба моя с тобой. О, мой отец и мать родная, мы стали в радости одно, и, проникая в мироздание, родился сын твой, божество. Любовь трепещет в сердце розой, обняв творения твои, и вдруг увижу свет из камня, как искры солнечной любви. Так веселись, мой друг любимый, что подарила нам судьба, ведь век открытий и прозрений пришёл в любви к нам навсегда. Вот общение с Богом и дружба с Богом – это самое главное, что может быть у человека. Ну, обычно люди думают, что Бог где-то находится далеко. Нет, это общение со своим высшим Я, с сердцем духовным, которое является искрой от Бога. И когда этот контакт устанавливается, ты испытываешь постоянное умиротворение, покой, блаженство. И вот в 1996 году, в октябре месяце, у меня почему-то возникла такая мысль, что я уже достаточно долго иду по духовному пути, ну, когда так я считал, то есть больше четырёх лет, и уже, так сказать, многое что, получил какой-то опыт, и думаю, что мне нужен духовный спутник. И я обратился к Саибабе с просьбой, чтобы он нашёл у меня духовного спутника. Ты уже был в разводе к тому времени, да? Да, в 1992 году, когда я уехал с Камчатки, супруга моя, Женя, она, значит, подала на развод. Я даже это не знал, то есть всё это произошло таким образом чудесным. То есть мы 18 лет с ней прожили, вроде бы как душа в душу, потому что был общий интерес материальный. А потом, когда наши интересы разошлись, то есть она выбрала свой путь, я свой, я ей очень благодарен за ту жизнь, которую прожил. Это была счастливая, хорошая семейная жизнь. Это вот ты в 1992-м вышел на пенсию, а сколько тебе лет было? 39. А, 39. Военная пенсия очень... Спасибо, Сынская. Да, молодая. Это мне очень повезло, потому что, ну, я потом начал понимать, что мне не нужно было думать о финансовом обеспечении, то есть я был обеспечен. И, в общем-то, ну, как я говорил, что меня даже Господь послал в те места, где я служил год за два. И поэтому у меня всё быстро произошло в этом плане. И вот я обратился к Сатисайе по поводу того, что мне нужен спутник, потому что, ну, чувствую, что как-то вроде бы я и самодостаточен, но нужен просто духовный друг. И в эту ночь ко мне приходит во сне Сатисайе. И он лежит рядом со мной в постели. И я как повернулся, смотрю, и Сатисай смотрит на меня так серьёзно, глубоко, пронизывая своим взглядом. Я говорю, Господи, что ты на меня так смотришь? Ты знаешь каждую мою мысль. И в этот момент моя правая рука попадает к нему на бедро. И я получаю вибрацию любви, божественной, с примесью женской. То есть я почувствовал это. Когда я, значит, пришёл в своё сознание дневное, я начал анализировать сон. И я понял, что Сатисайе услышал меня по поводу обращения по женскому вопросу. И думаю, теперь я буду очень внимательно наблюдать его руку. В это время как раз я, в общем-то, организовывал группу в посёлке Бетта, группу Сатисая. То есть я вёз туда литературу, видеокассеты были такие ещё, большие кассеты. Вот это всё я собрал. Предварительно встретился в Санкт-Петербурге с людьми, которые были первые у Саи-бабы из России. Вот, взял у них, так сказать, интервью, всё это вот, информацию, всё, и довольный такой. В общем, сел в поезд из Санкт-Петербурга и поехал в Краснодар, посёлок Бетта, в Краснодарский край. Когда я ехал в поезде, я спросил мысленно, что меня там ждёт. Закрыл глаза, и мне показывают какой-то салон, и в этом салоне я увидел Набю. И интуитивно понял, что вот эта женщина мне предназначена. Я думаю, какой салон там в Бетте, там маленький посёлочек, несколько домов. Салон красоты. Вот, но в то время, значит, там военный санаторий тоже был, и там вот этот салон красоты. Когда я приехал в посёлок, я пошёл в группу, понёс эту всю информацию. И одна, значит, моя знакомая, звали её Ира, она говорит, Саша, мне тебя нужно познакомить с очень хорошей моей знакомой, подругой. Я думаю, так, интересно, буду наблюдать. Говорю, хорошо, я согласен. Вот она работает там в санатории, на горке. Я говорю, хорошо. Я взял, значит, два портрета Саи Бабы. Такие были большие портретики из разрезанного календаря. И мы пошли. Мы приходим в этот салон. Я вижу Надежду и ещё одна женщина зовут Люда. Я, значит, подарил им каждому, каждый по портрету Саи Бабы объяснил. Говорю, что вот это воплощённый бог на земле. То есть аватар, который, с которым я знаком, так сказать, знаю, что это такое. Ну, они на меня так посмотрели. Я говорю, ну, теперь я вам пропою мантру гаэтри. Значит, они так смотрят на меня подозрительно. И я громко начал петь. Что-то непонятное. Три раза я пропел мантру гаэтри. И после этого, значит, сел. И вдруг Надя ни с того ни с сего берёт мою правую руку и начинает делать массаж. Прямо очень захотелось. Ну, теперь пусть она рассказывает от первого лица, что дальше происходило. Ну, я, чтобы был рассказ более такой лаконичный, немножко поверну это, спущусь назад. Вернусь. В нашем доме на первом этаже жила гадалка, бабушка. И я просто от людей слышала, что у меня очень хорошо она гадает. И вот, думаю, несколько раз у меня были такие порывы зайти к ней. Она прямо на первом этаже в нашем подъезде жила. Но что-то меня удерживало. То ли стеснение, то ли то, что я, в принципе, не верю никогда этим гадателям. И вот в один прекрасный день она сама поднимается. Хотя она с палочкой ходит, уже старенькая была, инвалид. Я так удивилась. Позвонила и говорит, я хочу вам погадать. Ну, и дело в том, что если бы она сразу бы не стала говорить то, что оно должно было быть, я бы не поверила. А здесь она мне, значит, говорит, вы скоро будете работать. А я буквально через два дня должна была выйти в санаторий военный, дом отдыха Батинский. Потом, значит, говорит, что вы скоро выйдете замуж за военного, высокий чин. А я такая хохотушка была, это самая такая с юмором, говорю, старик, что ли, генерал? Я говорю, мне не нужны старики. Она говорит, нет, он будет моложе вас на два года или, может быть, даже ровесник. Нет, не моложе, старше на два года или ровесник. Ну вот, Саша ровно на два года меня старше. Потом говорит, что выйдете замуж за него, и семья его примет вас. Ну, много она там что говорила мне, это, наверное, не столь важно. И самое главное, что, в принципе, все совпадало. И Саша подполковник, и то, что я буду военным, она же откуда знала, где я буду работать, вообще, что я буду работать. И я думаю, ну, в принципе, значит, это все правильно. А он что, в форме пришел? Ты сразу поняла, ага, военный. Нет, я только узнала, когда свадьба началась, я даже не знала. Ты забыла про гадание, да? Да, я потом про это скажу. То есть до осени я все-таки поджидала. Конечно, подходили мужчины с чином, потому что я их массировала, они поднимались на второй этаж в солярии. Ну, чувствую, у этого жена, этот старший, этот очень молодой, не подходит. Ну, и как-то вот получилось так, что я и забыла об этом. Потом, когда мы познакомились с Сашей, я сама массирую ему руку, сама думаю, зачем мне это надо? Вот, и вообще, какой-то, думаю, странный мужчина, что-то такое странное, непонятное пропел, да еще не стесняясь. Потому что салон был в фойе кинотеатра, и как раз был, значит, перед фильмом очень много людей собралось. И вот все как обезьянки, значит, повисли вот на этих вот решетки и слушали Сашу, как он поет. Ну, и потом Сашу ушел, я уехала в Архипа-Осиповку, в свой поселок, где я жила, и напрочь забыла про Сашу. Что он вообще существует. Проходит, наверное, где-то дней 7, а может, дней 10. Я читаю книгу, лежа на диване, и вдруг у меня мысль Саша в быте. Как я про него могла забыть? Что я здесь делаю? И я как не знала, где себе место найти, начала вспоминать судорожно, что он сказал, что он в первую числуку едет. Это значит, уже неделю, как он должен был уехать. Вот. И прям вот хоть собирайся и едь на ночь в эту, а там же все с пересадками, так легко добраться. И потом как бы изнутри голос такой безмолвный идет. Успокойся, все будет нормально. И правильно. Я успокоилась быстренько, уснула и решила для себя, что на первом автобусе я поеду в эту. Приезжаю, в первую очередь я спрашиваю, Ира, Саша не уехал? Не знаю, наверное, уехал, я уже его давно не вижу. Я говорю, ну, значит, так угодно, Господу. Одеваю купальник, я заморжевала, хотя уже в тябре месяц, уже и холодно было, отдыхающих не было, пляж весь был мой. Бегу, значит, на море поплавать. И смотрю, бежит навстречу с Сашей. И я так, о, я хотела с вами пообщаться. Он мне уже рассказывал. Хорошо, если хотите пообщаться, давайте вот встретимся там через час на горе. Потом мы ее назвали, это гора солнца. И вот на этой горе, на этой красоте, я бы сказала, в красоте, в этой, представляете, вот этот сосновый лес в горах. Море как на ладони. Такая красота, это неописуемо. Ну, и аромат, конечно, такой сосновый. И вот Саша правильно начал со мной беседу. Потому что, может быть, если бы по-другому начало, я бы, может, и не услышала. Он сказал, есть одна раса, Сати Сайя говорит, есть одна раса, раса человечества. Есть один язык, язык в сердце. Есть одна раса, ой, есть одна религия, религия любви. И есть один Бог, и он вести сущий. И я изнутри, я даже не помню, слух я сказала, я говорю, о, вот что я давно искала. То есть много было всяких предложений, какие-то там всякие секты. Но вот меня все, я все отметала, я чувствую, не то, не то, не то. А здесь вот, что я наконец-то нашла. И мы, конечно, уже с Сашей назначили на следующие... Да, и вот утром Саша меня проводил. И, значит, утром я просыпаюсь и чувствую, что лежит Саша вместо меня. Хотя я лицо так и не запомнила, я с душой общалась. Вот чувствую, Саша лежит, думаю, как интересно. И это минут 20 длилось. Потом, значит, на следующее утро я просыпаюсь, слышу три запаха одновременно. Ароматизированной палочки, которую я никогда не слышала. Но я сейчас знаю, что это ароматизированная палочка. Потом, значит, в холле у нас зацвел лотос, ну, я бы сказала, лилия даже, лилия. И запах розы. И вот это все вместе, вот я не могла надышаться. Тоже минут 20 я надышала вот этим вот приятным запахом. Это дома, неожиданно, ниоткуда, да? Это дома, да, я утром проснулась. Это как раз было в этой комнатке. А там у нас вообще ничего. У тебя ни духов, ничего такого. Мы с Людой вместе нам дали такое жилье. Ну, как общежитие. И шифонер, столик. Поэтому ниоткуда запахи эти не могли появиться. Тем более Люды не было. Я одна. И на третье утро просыпаюсь, просто я подряд. На третье утро, значит, я просыпаюсь, и я чувствую, что во мне с вами. С оттесаей. И я вот, не открывая глаз, я вот все смотрела глазами Бога. Я вот эти вот губы, как вот он облизывает. Все вот это вот. Ну, полностью вот его все вот эти манеры, движения. Тоже минут 20 это длилось. Ну, так быстро. И вот думаю, надо это Саше рассказать. Вот думаю, не повернет ли у виска по пальцам, не будет ли крутить. Но как на мою радость, он меня понял. И это большое счастье, когда тебя понимает человек, о чем ты говоришь. Так вот, пошли чудеса. Ну, чудеса пошли даже еще, когда на следующий день мы встретились с Сашей. Немножко я расскажу, чуть-чуть дополню. Хорошо? Да, ну что, дайте. Значит, в первую встречу, когда вот я пропел мантру Гаитре, я предложил Наде и Люде пойти посмотреть фильм о Сатисайе. Ну, сейчас я хотела сказать. Но Люда почему-то не смогла пойти, а Надя пошла. И после того, как мы посмотрели фильм, фильм был показан на маленьком таком телевизоре. Мобильный, мобильный. В автомобиле вот такой вот. Но все равно Надя почувствовала. Черно-белый. Черно-белый. Еще и плохо показывала. И когда мы, я начал уже провожать Надю до дому, туда подниматься на горку, в санаторий. И вот мы, значит, сели на лавочку. Было где-то часов, наверное, уже 9 вечера. Звездное небо уже. То есть на юге быстро темнеет. И происходит у нас слияние аур. То есть я объясню это, ну, как вот я могу объяснить, а потом Надя объяснит. То есть идет жужжание, как будто вот жук жужжит. Как электричество. И вдруг вот наши ауры соединяются и схлопываются. И получается одно целое. У меня уже был этот опыт. Я это знал. Как сливаются ауры. То есть когда человек сливается с другим человеком. И это произошло. В это время испытываешь, ну, будем говорить, неземное блаженство и единство всего. Ну, вот Надя может рассказать этот опыт. Ну, я сейчас скажу, что когда я увидела первый раз Атисая, как он выходит на сцену из-за шторки. И я так, Бог, Бог. Я не могла даже вот, у меня даже никаких сомнений не было, что это не Бог. И когда вот действительно Саша меня провожал, это вообще у меня был первый, я думаю, что и последний опыт. Мы сели на лавочку перед тем, как зайти мне уже в подъезд. И вот я слышу. Думаю, странно. Потом чпок. Но вот это хлопок одно, а еще было состояние, ощущение, как... Ну, я даже не знаю, как это объяснить. Ну, я не знаю, как это объяснить, но это неземное блаженство, беспричинное блаженство. И вот я только глазами туда-сюда, туда-сюда, я боялась даже дышать, потому что, мне кажется, сейчас я вздохну, это состояние пройдет. И вот я говорю, ой, Саша, как вы думаете, что это? У меня такое ощущение, что я сижу одна на лавочке. А он мне говорит, и я сижу один на лавочке. Он мне же сразу-то не сказал, что это он уже пережил, этот опыт. И вот просто забегу вперед, что когда мы уже стали соприкасаться друг к другу, когда уже поженились, я вот так вот руку глажу, такое ощущение, что я положила свою руку на его руку. Он мне гладит спину, а у меня ощущение, что я своей рукой глажу спину. Но это тоже, наверное, только понять можно, когда переживешь это. То есть я-то думала, это все пройдет. Со временем. Ничего подобного. 23 года уже. 23 года вы вместе. Да, 23 года уже в счастье. И такое же ощущение единства, что вы единое целое, да? А раз единое целое, никаких ссор, никаких разногласий, потому что идем одним путем. Цель одна. Поэтому уже 23 года я живу в сказке, и я считаю, что я родилась вот именно тогда. А то мое прошлое воплощение. Сейчас у меня 23 года. До того у тебя был брак, дети, ты развелась, да? Да, муж у меня хорошим был человеком, но любил выпить. И я с ним промочилась, так сколько мы прожили с ним. В общем, дочке было уже 13 лет. В общем, короче, мы с ним... А, 18 лет мы с ним прожили. 18 лет. Ну, а потом вот так вот обстоятельства сложились, что мы тоже с ним разошлись. 4 года мы с ним не жили, потом он умирает. И вот Саша тоже, главное, разошелся ровно 4 года там назад. Ну, и со мной ведь работал, кстати, Сай. Вы шли параллельными курсами, получается? 18 лет ты, 18 лет ты в браке, да? Да, да. Ну, когда вот уже все это анализируешь прошедшее, ты понимаешь, что Господь вел самых пеленок. Настолько видна рука Бога. Ну, расскажи, Надя, о посвящении, как я тебя проводил посвящение, солнечное. Ага. Ну, потом, значит, мы решили встретиться днем, Саша говорит. Утром. Ну да, утром, да. На рассвете, когда солнце расходит. И Саша так уверенно говорит. Сегодня будет солнечное посвящение. Интересно, откуда он это знает. Приходит, прибегаем опять на эту гору. Уже мы ее назвали гора Солнце. Это наше место, где мы пели мантры, молитвы, медитировали. И ты так легко восприняла? Вот мантры стала? Нет, она сразу не восприняла. Я восприняла, но я ее начал обучать. Она просто слушала. Ну, я мурлыкала. Кто-то же мог внутри себя отторгать это? Что это за ерунда такая? Дело в том, что... Я же говорю, что Саша правильно повел беседу. Что есть одна разоразность человечества. Вот это истина. Как баба говорит. Где единство, там истина. Где разногласия, там единство нет. И вот, значит... А, и мы прибежали еще с Танюшкой, художницей. Нет, это позже уже, Надя, конечно. Она такие картины видела, рисовала. Надя, это позже было намного. Это уже другой год был совершенно. Что вы говорите? Да. Ты что-то подзабыла. У меня все спрессовалось. Ну, я просто очень хорошо помню. Я могу рассказать. Нет, нет, я хорошо тоже. Ну, давай, давай. Значит, светит солнце. Саша говорит, смотри на солнце и открой ему свое сердце. И тогда получишь все ответы на свои вопросы. Я так и сделала. Мне как бы вот видно с прошлых воплощений, мне это легко сделать. Я открыла сердце, и я почувствовала, что солнце живое. Живое. И оно мне стало все отвечать. Что бы я ни ответила, оно мне все отвечало. И я говорю, Саша, чудо-то какое. Ты посмотри, оно меня слышит. Оно со мной разговаривает. Ну, как это можно забыть? Значит, вечером Саша приглашает меня на... Нет, Надь, ну ты не до конца рассказала. Ну, значит, конечно, ты забыла. Когда вот это солнечное просвещение началось, солнце только вышло, встало из-за гор. Я говорю, Надя, открой сердце и говори с солнцем. И Надя начала это действие. И в это время она увидела Сати Саи. Ну да, Сати Саи. Ну да, ну расскажи, что ты увидела. Ну вот, и Сати Саи в виде солнца со мной общался. Ну вот, это главное. Я не буду говорить Саи. Хорошо. Ну, дальше тогда рассказывай. Вот. А потом, значит, Саша говорит, ну что, встречаемся вечером на горе на школьной горке. Ее называют школьной горкой, потому что на этой горе стоит школа. Будет сон. Это звездное посвящение. Я уже думаю, так, интересно, откуда он все это знает, что точно будет. Друг. Значит, мы стали смотреть на море. А море тоже, раз мы на горе стоим, оно тоже у нас как бы на ладони все. Там как раз, ну, мало освещения было в бытии. Звезды хорошо было видно. И вдруг, это самое, буквально. Я тебе что-то сказал. Я тоже сказал, что такое сердце. Да. Ну, дальше. И, значит, как молния, вот примерно вот такой вот ширины, от самого края до следующего края, куда глаз глядит. Значит, от кромки воды до неба пробежала как молния. Шпок. Оранжевый свет. Оранжевый свет. Я такие глаза говорю, Саша, разве такое может быть? Я говорю, может быть, это сон. Ущипни меня, мама. Ой, мама. Саша говорит, да это что щипать-то? Это не сон, это реальность. Я говорю, это ты получаешь звездное посвящение. Вот, я смотрю на эти звезды. Сейчас будет пять метеоритов. Саша, ну подожди, не спеши. И вот эти звезды, как начали вот так вот, как лампочки. Зажигаются, тукнут, зажигаются, тукнут. Я смотрю, они, во-первых, увеличились. Смотрю, Орион вот этот вот, ну как бабочка. Там три звездочки, как тельца. И вот четыре, по две звезды с двух сторон. Они как бабочка похожи на бабочку. И вот этот Орион, он стал со мной общаться. Тоже значит, вот это вот все, вот это мигание, вот это вот увеличилось в размерах. И Саша говорит, что сейчас будут падать метеориты. Метеориты. Я тебе сказал конкретно, сколько. Да, да. Загадывай желания. Сколько я сказал метеоритов? Ну ты сказал пять. Ну вот. Вот. Ну, так как они быстро пролетали, я успела только три загадать желания. И все три желания были с мгновенно. То, что вот у меня Костя закончил сын, это школа Щетинина Михаила Петровича, академика. Ну вот. В общем, короче, желания сбылись. И главное, ровно пять. Я говорю, ну это чудо какое. Ну, бывает, редко же, но бывает один метеорит. А здесь один за одним. Я даже не успевала, говорю, даже загадать все пять желаний. И, значит, когда мы возвращались домой, Саша мне говорит. Все, я завтра утром уезжаю в Питер. Вот такое было ощущение, как будто все мои внутренности вытащили из меня и бросили на обочину. Я пустая. Я говорю, а я как? То есть, понимаете, произошло, сознание поменялось на 180 градусов. Я уже была и не материя, не на земле, как говорится, но еще и не там. Сознание мое не выросло. И я последнее время ходила, Сашу держала за руку, потому что я боялась, что меня потоком воздуха унесет, и я заблужусь на этой планете. Я даже испугалась, думаю, неужели теперь всегда мне так будет, ну, такое состояние. Саша говорит, да нет, смеется, нет, и пройдет. И вот когда он мне сказал, что он уезжает, и я набралась смелости и говорю, возьмите меня с собой. Он говорит, ну, хорошо, если Господу угодно, поедем. Потом включился мой ум. Мне как раз надо было Костю встречать, то есть забирать у Щетина. Он сказал, что он маловат, пусть еще годик побудет дома, а потом вы его привезете. А сколько было Костю? Ну, где-то 10, наверное, было. Ну, я как мама стирала полностью все за него, он не мог даже ни трусики свои постирать, ни носочки. А там же нет нянек, там должны дети все делать сами. И вот я говорю, ой, что я говорю? Я не поеду. Мне очень хочется, но я не смогу поехать. Потому что мне надо как раз ребенка на следующий день забирать. Потом это же надо собраться, это надо успеть в архивку съездить. А потом у меня и цветы, и квартиры, про которые я все забыла напрочь. Пока вот эти 3 или 4 дня мы общались. И опять Саша так спокойно говорит. Ну, почему спокойно? Я теперь понимаю, если ему мое лицо показали. Сказали, что я буду с женой. Конечно, он уже спокойно говорит. Если Господу угодно, то все успеем сделать. Садимся на автобус. На последний автобус садимся, который едет в архивку. Доезжаем до Тикоса, то есть не доезжая в архивку по исповке. В Шадо. Ну, я имею в виду архивка, то я еще и дальше живу. И думаю, так, Михаил Петрович, я думаю, не буду говорить о Сае Бабе. Мне как-то много говорить по времени. А это самое. Доказывать, что Сае Бабе Бог. Я думаю, скажу-ка, что я еду на курсы усовершенствования по массажу. Потому что он знал, что я массажитель. А Михаил Петрович это кто? Это Михаил Петрович, это академик. Он открыл школу. А, Щетинин, известный, да. К сожалению, эту школу закрыли. Но я думаю, что может... Ты не отвлекайся. Ну ладно. Вот. Приезжаем, значит. А Саша говорит, не надо обманывать. Говори честно. А я все равно. Когда он меня спросил, куда вы едете, а я говорю, можно костью оставить у вас хотя бы на месяц? Я съезжу в Питер. А Михаил Петрович говорит, а вы знаете этого человека? И смотрит так на меня. А я говорю, нет. Ну откуда я его знаю? Только знаю, что его Саша зовут. И лицо помню. А ты приехала одна или с Сашей прямо? Со мной. Мы приехали вместе. Вы рядом стоите напротив Щетинина. Мы когда нет, зашли вместе. Вот. И Михаил Петрович так серьезно говорит, я бы на вашем месте не поехала. Ну я несколько смотришь. То есть я... Подожди, Сашенька, я расскажу. Но так как я была очень застенчивая, и все, что мне говорили, я все верила вообще. Я бы, конечно, сразу сомневалась. А здесь откуда-то у меня взялась прыть. И я подскакиваю буквально к нему и говорю, Михаил Петрович, мне надо, надо ехать. Я вышла вне времени. Он так серьезно посмотрел, говорит, да. А я ни разу не выходила вне времени. Ну если вы во вне времени вышли, тогда я вас благословляю. Сейчас, Сашенька, я доскажу еще. Вот. А ну ладно, давай так и так говорим. Интересный момент. Ну вот когда Михаил Петрович, ну, Надя начала там... А, да-да-да, я сказала, что... Он говорит, а зачем вы туда едете? Я говорю, ну, по массажу. Ну, чувства он мне не верит. А потом, когда уже, он говорит, я бы на вашем месте не поехал, я тогда ушел. И в это время Михаил Петрович мне телепатически задает вопросы. Телепатически, мысленно. Вот. Я их слышу в голове, и он ждет ответа. А я ему не отвечаю. Ну, потому что он телепатически задает. И тогда его аура начинает идти на меня, приближается ко мне. Огненная. Да, огненная. Тукает. И обратно к нему возвращается. Он вспотел. Ну, я ничего не говорю. А я думаю, что там такой красный? Прямо сразу раз красный. Я же не знала, что происходит. Вот. И я говорю, потом уже Михаилу Петровичу объясняю, что вот так и так мы познакомились, и вот Надя хочет узнать больше о Сатисайе. Ну, после этого он говорит, хорошо, я оставляю Костю. В общем, он оставил еще на 8 лет. Я оставляю Костю. Можете ехать спокойно. Благословил нас две разы, как отец обнял нас. И мы, значит, поехали уже этот вопрос решили. Поехали. Можно я дальше? Ну, пожалуйста, давай. И вот мы подходим к остановке. Как раз было такое время, когда по радио, по телевизору говорили, не останавливайтесь на голосовках. Ну, кто просит при этом. Потому что были случаи, и убивали, и грабили. Девушка голосует, а водитель останавливается, выскакивают два-три парня. И это самое, и даже до убийства были такие. И вот в это время как раз нам надо было уезжать. Стоим на остановке, не души. И я думаю, Саша, ну это нереально, никто не остановит. Автобусов уже нет. Уже бесполезно ждать какие-то автобусы. Вдруг, я даже не помню, голосовали мы или нет, подъезжает Волга, старая Волга, останавливается, говорит, ребята, быстренько, быстренько заходите. И вот такое ощущение, что он нас знает. Мы садимся, он едет. Обычно спрашивают, куда вам? А он это самое. И главное, едет туда, куда нам надо. А он говорит, а разве вы в ней, это не та? Я говорю, нет. Он говорит, он спутал. Хорошо, он нас перепутал, бесплатно дарился. Господь так сделал, что он нас забрал, потому что он принял нас за своих, за знакомых. Довез до самого подъезда, денег с нас не взял. Тоже чудо, правда? Тоже чудес много. Приходим мы, значит, это домой, свет отключен. Тоже как раз был веер у нас там такой. На два или три часа отключали свет. И вот здесь мне надо собираться, света нет. Саша, значит, комнату, у меня однокомнатная квартира, в комнату сел на пол, постелил, значит, этот календарик, портрет, который я подарил. Вот. И я, значит, так, думаю, время это самое, думаю, так сконцентрировалась, думаю, что взять. Я говорю, насколько... Он говорит, ну, надо на месяц ехать, потому что, говорит, это, ну, по музеям походить, там, на баджины походить. Вот. И я, значит, начала собираться быстренько. Вот. А слышу, Саша время от времени хохочет, прям в полный голос. Думаю, кто его там смешит, в темноте тем более. Ну, я зажил свечу, вот. При свече облик Саи Бабы начинает меняться. Он, значит, там разные физиономии, их корчит, меня смешит. И я смеюсь, думаю, ну, Баба доволен, значит, все. Ну, в общем, собралась. Я и думаю, все. Самый последний этап, вот этот тяжелый. Мне надо передать кому-то ключ, чтобы это, ну, смотрели за квартирой. Ну, я имею в виду, и цветы это поливали, и все. Но у меня такая соседка любопытная, думаю, сейчас начнет спрашивать, куда я еду, с кем я еду, зачем я еду, на сколько я еду. А времени-то нет. И вы представляете, чудо какое. Открывается дверь, и Таня говорит, езжай, 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 все понятно. Я ей только ключ передала, она говорит, все, волнуешься, не волнуйся, все понятно. Тоже опять чудо, правда? А Таня это кто? Таня это соседка, моя подружка. То, что никаких вопросов, и я говорю, все, понимаю, я знаю, что ты спешишь, все, езжай. Благословила, и мы приходим, Саша, на автостанцию. Темень, ни души, даже собак нет. Тоже стоим, а по времени уже, ну, через пять минут уже автобус отходит. Думаю, как мы будем добираться, не знаю. И представляете, чудо какое произошло. Я прям вот вижу, вот как будто вот мы стоим на шаре, на земном шаре, вот, и звезды кругом, а свет это нет? Звезды кругом. И даже внизу. Я говорю, ну, понятно, что света нет, значит, звезды хорошо видны. Но они же не могут вот здесь быть звезды. Опять думаю, Саша, ну, это такое вот, ну, чудо какое-то. Он говорит, так я тоже вижу, это все реально. Но потом дали свет, и все, конечно, исчезло. Нет, не дали свет. Подъезжает машина. Саша, ну-ка я про машину говорю. Дали, не дали? Нет, дали свет. Почему исчезло-то все? Ну, потом. Подъезжает Жигули. Садитесь. Мы сели. Едем. Я говорю, нам в шаду. Он говорит, я знаю. Опять я знаю. Иконка у него такая, это Иисуса Христа болтается. Музыка такая вот медитативная. Нет, медитативная такая была. Ну, такая хорошая. Хорошая музыка была. Вот. И быстро едет, главная. Я говорю, да-да-да, вы побыстрее, пожалуйста. Потому что уже, даже если автобусы есть, это будет тоже чудо. Потому что он должен уже уехать. И я уже думаю, попросить его, чтобы он нас до бета довез. Думаю, заплатим. Потому что, ну как добираться? Пешком не дойдешь. Там, на конце Пшада еще 20 километров идти в горы. Подъезжаем. Автобус стоит. Открыта задняя дверца. Мы заскакиваем в эту дверцу. Автобус закрывается. Ну нет, ты расскажи о водителе. Я просто хочу сказать, что мы заскочили, он закрылся и поехал. Я, значит, хочу расплатиться. Он говорит, не надо, не надо. Я, говорит, командировочный, мне делать нечего. Я, говорит, просто катаюсь. Развернулся и поехал опять в Архивку. Тоже чудо какое. Мне, главное, делать нечего. Но это с вами было. в форме этого человека. Конечно. Ну, конечно, здесь у меня рот был постоянно открыт, потому что из-за этих чудес. Ну вот. Ну и что там у нас было? Утром. Ну что, потом мы сели утром на автобус, приехали в Новороссийск, сели в поезд. Да, еще очень, тоже, еще одно чудо. С билетами было плохо. Опять, очень много было таких нюансов, где можно было бы поволноваться. И вот я говорю, хоть бы на этот поезд взять билет. Саша сходил и приносит билет рядом. Я на верхней, в общем, он на нижней, я на верхней. То есть в одном купе, в одном вагоне, не говоря уже о поезде. Тоже чудо. И вот, значит, сидим перед тем, как уже отправляться, по радио стали передавать песни. Вот нашей молодости. Вот. Вот только точки после буквы L. Вот эта вот песня, потом эти глаза напротив калейдоскопа огней. Вот много-много таких песен, которые, ну, шлягеров, которые вот нам очень нравились в этот период. И у меня как потекли слезы. Я поняла, что я прощаюсь с той жизнью, можем сказать, жизнью детства. начинается новая жизнь духовная. И были слезы и радости, и какой-то ностальгии. Вот. И в этот же день, ну, как обычно в Кольце, делать нечего, я легла, но я не спала. Глаза закрыла, и я вижу, как мы летим по небу над морем, над Черным морем, в лодке, стоя. Саша в смокинге, я в красивом подвенечном платье. И вот мы спускаемся, вижу, вижу, сатисая, вот примерно такого же в оранжевом одеянии, круг его последователей вокруг, на кромке воды, значит, на берегу стоят. Мы, значит, опускаемся, я прям вот опускаюсь, значит, ноги в воду, я прям чувствую вот эту воду. Я вижу, как мое платье красивое намокает. И вот мы, значит, подходим на берегу, делаем под намаскар, и баба кладет свои руки на нашу голову. И я говорю, ну, благословляем. И я говорю, Саша, говорю, нас благословили на брак, а я же не собиралась вообще. Я так нажилась с первым мужем, что я вообще о браке совершенно не хотела думать. Мне очень нравилось жить одной. Во-первых, теперь я знаю, что Господь мне дал еще двух подруг, и была, оказывается, подготовка к этой встрече. Мы чистились, по Малахову, по Польбрегу, по Семеновой, что мы только не делали с собой. Мы, значит, занимались и обливанием по Порфирию Иванову. Ну, в общем, подготовка была полная вот к этой встрече. И вот я, значит, Саше говорю, Саша, нас благословил садь Саи на брак. Саша, ну, а ты что, ты все знаешь? Он просто молчит. Говорит, ну, хорошо, если Господу угодно, вот я, конечно, тут же забыла все и идет дорогой, и Саша мне стал уже подготавливать меня, что у него мама, тоже перекрытое сознание у мамы, ну, чтобы не было у меня шока. Это когда мы уже приехали в Санкт-Петербург. Ну, в Санкт-Петербург. Открывается дверь, нас встречает мама Зоя, Сашина мама, и говорит, ой, наконец-то ты приехала. А я говорю, да, мамочка. Я ее мамочкой назвала, обняла, и она, значит, смотрит на меня, говорит, ты никогда-никогда от нас не уедешь. Я говорю, нет, мамочка, никогда-никогда не уеду. А потом сразу раз мысль, что ж я говорю-то, я же обманываю женщину. Как же я не уеду, если через месяц уже собираюсь уехать. Потом, значит, покушали, мою посуду, и опять мой ум обезьяни. А настолько ли он хорош, как я себе описывала его. Вдруг не очень хороший человек. Вдруг мои руки вот так расходятся. Падает чашка на бетонный пол. Я удивляюсь, как она не разбилась. И изнутри голос идет, хороший, хороший. Вот такие вот чудеса. И, значит, буквально через два дня Саша говорит, ну что, надо идти заявление подавать в ЗАГС. У меня ни радости не было, ни печали. Вот как будто он сказал, ну что, пойдем, надо за климатом сходить в магазин. Вот такое было ощущение. Я говорю, ну пошлите, еще на выносы, пошлите. И, значит, приходим в ЗАГС. Еще одно чудо. Нас встречают, как самых дорогих гостей. Они не знали, куда нас посадить. Значит, подсели две и прямо это, перебивая друг друга, значит, показывают календарик и начинают объяснять. Из-за этих наэпорских праздников мы не можем каникулы, как раз это, ну эти вот, не каникулы. Ну, короче, нам предложили два числа регистрации. 23 ноября. Они стали извиняться, говорят, мы не можем поздравить и зарегистрировать. 30-го. Ну, я думаю, нет, 23 ноября мы будем праздник, мы будем спраздновать в Центр Сатесае в Санкт-Петербурге. Они начали нам объяснять, почему они не могут нас раньше зарегистрировать, потому что вот эти праздники. А я хочу их перебить, сказать, что, да может, еще и до регистрации дело не дойдет, потому что у меня не все документы, у меня только паспорт, я же не собиралась зарегистрироваться. И они так, ой, ерунда, даже не заморачивайтесь с этим, все нормально. И там очень было много символов таких, что тоже долго не могла закрыть рот, когда мы вышли из ЗАГСа. Ну и, значит, на следующий день, думаю, раз через неделю уже свадьба, надо же как-то подготовиться, потому что я приехала в кроссовках, в спортивном костюме, у меня фактически больше ничего не было. Вот. И, значит, мы пошли в магазин, в этот же день мы купили красивое платье, ну такое, чтобы можно было потом носить его. Прямо мой размер. Цена смехотворная. И я поняла, я когда увидела это платье, даже его не стала мерить, я поняла, что оно мое. Обижали все магазины, обувь я так и не нашла, потому что осень, все таких, на платформах, все ботинки, вот эти вот, а мне же нужны белые туфики. И потом, значит, на следующий день я уже взмолилась утром в медитации, говорю с вами, ну я же не буду в кроссовках в таком красивом платье. Пожалуйста, я вот хочу белые туфельки, чтобы у них был остренький носочек, чтобы у них была шпилечка такая невысокая, в виде, вот мне нравилась шпилька такая вот, рюбочкой. Вот, чтобы там был сбоку бантик. В общем, короче, я обрисовала такие, какие я хочу. Пошли мы в магазин за хлебом, и опять же, вот ноги ведут в этот магазин, где мы были, где ничего такого не было. Ну мы опять заходим, я смотрю, стоят. Вот именно те, которые я обрисовала. И я говорю, девушка, дайте мне, пожалуйста, эти туфельки, я их беру. Я даже верить не собиралась их. Ну здесь думаю, ладно, померю. Все, кто был в магазине, все продавцы вокруг меня, значит, обступили и смотрят, подойдет ли туфель, туфелька. Я почувствовала себя золушкой. И туфелька подошла. И я говорю, девушка, а сколько они стоят? Она когда глянула на ценник, я прочитала ее мысли, она говорит, о, тогда за такую цену и я бы купила их. То есть, они материализовались. Значит, ну в общем, короче, у всех был такой шок, потому что, во-первых, откуда они взялись? Они же знают свой товар. Ну, а теперь давай рассказывай дальше. Ну, потом, когда, значит, началась, когда у нас свадьба, я попросил нашего, так сказать, свидетеля, Володю Домышева. Он в 95-м году был на 70-летие у Саи-Бабы. И он все время говорил про себя, Господи, веди меня за руку, веди меня за руку, чтобы я не сбился с пути. И когда вот он попал на интервью к Саи-Бабе, Саи-Баба взял его за руку в подтверждении вот этих его просьб. И даже есть такая фотография, где он сфотографировал. Слушай, так он держал все интервью. Да, и он держал Володю все время за руку. Вот Володя был у нас свидетелем, а у меня был фотоаппарат Polaroid. И я попросил Володю сфотографировать нас во время свадьбы, регистрации и так далее. И вот он когда сфотографировал, вышел снимок, то есть на этой фотографии помимо значит нас с Надей такой указательный палец. А Надя она сейчас расскажет, то есть есть до этого приснился такой сон, где она разговаривала с Богом, и Бог ей говорил. Давай расскажи. этот сон. Ну давай расскажи. Да, интересно этот сон, сейчас надо вспомнить его. А, я когда попала в путапарти, я поняла, что вот этот палец, где этот чакра, я его видела. Я иду, смотрю на небе, палец, и он говорит мне, голос, я знаю, что это Бог, палец Бога, он говорит, ты будешь жить долго, если, и долго-долго перечислял, и все было понятно. Но когда я проснулась, вот я до сих пор слышу этот голос, но я не могла понять, что он мне говорил. То есть, как бы вот раз и смылась. И я все время думала, ну что, правильно питаться? Нет. Идет? Нет. Правильный образ жизни вести? Тоже не то. Все перечисляла, ну когда же. И вот это много времени длилось, вот это не могла понять, что же надо делать, чтобы жить долго. А потом-то, конечно, я уже расшифровала. Когда ты с Богом, когда ты идешь по духовному пути, осознаешь, что ты не тело, не чувствуешь. И вот этот палец, когда проявился на фотографии, Надя снова вспомнила этот сон. То есть, эта фотография у нас есть в архиве Осиповки в семейном альбоме. И, значит, были еще чудеса такие. Когда нас фотографировали, регистрация, то есть, мы расписываемся. То есть, меня нет на фотографии нигде. Да, тоже чудо какое. Да, и когда я расписывался при регистрации в этом же ЗАГСе с первой женой, я еще был курсантом тогда, меня тоже нет на фотографии. То есть, я нигде на фотографии не получился. А Надя, когда расписывалась и потом, значит, встала, на ней моя фуражка. То есть, меня нет, она фотография... Один человек, мое лицо, я в фуражке. Все, Саша нет. Хотя он уже выше меня. Вот. То есть, вот такие чудеса, ну, я понимаю, что Господь это все вот делал для того, чтобы Надя, ну, быстрее приняла, укрепилась вере. Сашенька, расскажи, как бы он реализовался еще. На следующий день, после свадьбы, первого декабря, да, когда мы с Надей официально поженились, ну, мы легли в общую постель, как обычно, и Надя закрыла глаза и начинают показывать. То есть, ей открыли третий глаз. Мне закрыли, а ей открыли. Ну, у меня был шифровальщик. Ну, так как мы одно целое, я понимаю, вот ей показывают. Она говорит, Саша, мне показывают маяк. Я говорю, я знаю. Всю ночь показывали. Мне показывают еще. И я все записывал. То есть, я же все сны записывал. Время записывал. И время, когда и что. Все, 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 все. И тут, значит, на следующий день, я говорю, сейчас мы пойдем к этому маяку, мы должны там сфотографироваться. Это не случайно. Сати Саи говорит, вы должны стать маяками в этой жизни, чтобы бушующее море майи, то есть люди, которые хотят выплыть, они куда? Гребут на маяк. Я говорю, вот это маяк с этим символом. Идем к нему фотографироваться. Взяли своего друга, товарища, но уже фотоаппарат не полароид, а такой обычный, пленочный. И пришли к этому маяку. И я нахожу рядом с маяком, это в Петродворце, на Финском заливе, вот такие устрицы, ракушки раскрытые. Я говорю, мы должны с тобой в этой устрице найти жемчужину. Жемчужина находится в сердце. Вот давай с этими мыслями, сфотографируемся на фоне маяка. Андрей нас сфотографировал. Я говорю еще, теперь пойдемте на фоне Большого дворца, мы тоже должны сфотографироваться. Мы встали на фоне Большого дворца, и Андрей тоже нас сфотографировал. Это 1 декабря 1996 года. И когда мы проявили фотографию, то фотография была очень необычная. Во-первых, вот маяк, и с неба на маяк сходит оранжево-желтый свет. Прямо вот на маяк. Именно маяк. Именно маяк. То есть я понимаю, что это свет Саи-Баба. То есть вот одежда Саи-Баба. А на фоне, когда мы сфотографировались, на фоне Большого дворца, рядом с нами, из этого света стоит Саи-Баба. Четко голова, волосы, плечи, руки. Вот он рядом стоит. Я говорю, Надя, ты видишь, Саи-Баба везде с нами. То есть он находится с нами в духе, когда мы чисты сердцем. Поэтому все, что нужно, Саи-Саи нам даст. В общем, чудеса кругом. И мы завели тетрадь, специально записывая чудеса. Но все же мы становимся все-все более внимательными. И поняли, что вся жизнь наша – это чудо. И мы перестали записывать. А что, все же не запишешь? Ну, я хочу рассказать еще несколько таких чудес, которые произошли у нас в Петродворце, которые материально подтверждают, что каждый человек божественен. Ну, постепенно, значит, я объяснил Наде те молитвы и те практики, которые я делал. То есть она как бы в них потихонечку вошла. И мы начали практиковать. И вот в один прекрасный день значит, у нас уже собиралась группа. Мы создали группу Саи-Саи в Петродворце. То есть где-то человек, наверное, у нас приходило 12-13. Приезжали из Санкт-Петербурга люди. И в один прекрасный день я говорю, Надя, давай сфотографируй меня. То есть мы были только с ней вдвоем дома, на фоне алтаря. Надя меня сфотографировала. Давай теперь, Надя, и я тебя сфотографирую. И я ее сфотографировал. И когда мы проявили фотографию, то мы увидели следующее чудо. Значит, у меня по наследству мне достались три иконы. Одна икона Иисуса Христа. Значит, лик Иисуса Христа, ну вот такой вот, крупная икона. И он... Нет, только мне еще до лицо. Лицо, да, вот такое. Лицо. Икона большая, вот такая вот. И лицо, ну темное, темное лицо Иисуса. Бабушка молилась все время на эту икону. И когда, значит, мы начали смотреть, на этой иконе лицо мое. Не Иисуса Христа, а мое. А когда Надю я фотографировал, то есть лицо не Иисуса Христа, а лицо Нади. Икона коса. Нади коса. Поэтому вот Господь, Он все время показывает, что каждый человек должен пройти вот эти уровни сознания Иисуса Христа. Сначала Христос говорил, я посланец Бога. Потом Он сказал, я сын Бога. А потом Он сказал, я и Отец одно. И вот эти все, ну будем говорить, материальные такие доказательства, они специально сделаны для нас, Сатиса, и для того, чтобы укрепить нашу веру. Еще можно рассказать такое чудо, когда мы начали делать ремонт в квартире. И решили, значит, заменить обои, все, как поклеить, хорошие покрыть полы. И так получилось, что мы не рассчитали. Вот на алтарь у нас как раз не хватило обоев. Где-то нужно 2-3 рулона, они не такие широкие, нужны 2-3 рулона обоев. И буквально, значит, я уже с Надей, мы собираемся идти за обоями, я захожу, открываю кладовку, где у нас эти обои были. Смотрю, лежат 3 рулона, за которыми мы хотим идти. Мы открываем, смотрим, фактура немножко другая, звездочками. То есть там фактура, они белые, в общем-то, обои, а сзади звездочки, там были такие змейки, а тут треугольнички сделаны. Ну, в общем, мы поняли, что вот Саи-Баба нам материализовал обои. Да, как раз они у нас от стены до стены получились. И когда собралась группа, ясновидящая Варя говорит, вы представляете, говорит, стенки нет. Нет стены. То есть обои необычные. Но у нас очень много было материализации. И денег, и пасты, и молитвы. Надо рассказывать подробно. Сашенька, уже часик. Ну что? Дело все в том, что если просто так сказать, это ничего. Нужно рассказать именно, каким образом это материализовалось. Ну, давай тогда расскажу про молитвы. Расскажи. Это наша первая материализация была молитва. Ну, сколько проходит? Там месяц, два, три. Поем мантры. Я думаю, даст Бог, нам их пропоем когда-нибудь. И я думаю, все-таки на слух я не так хорошо заучиваю. Думаю, мне все-таки надо их переписать. А то я так подмурлыкиваю, но мне хочется самой выучить полностью. И думаю, надо будет встать и записать. И все, то забыла, то некогда, то неохота. И вот прекрасное утро. Просыпаюсь и думаю, все. Прямо сейчас сразу же иду, беру тетрадь, беру лист бумаги, в смысле, эту ручку, и записываю под диктовку Сашему. Иду в то место, где никогда у нас не были листочки лежали. И ручек там не было. Открываю шкаф, и у меня там две иконки маленьких лежали, Иисуса Христа и Николая Чудотворца. Я беру вот эту стопочку с предстопениями вот этими, почему-то. И вот эти вот иконы падают, рамки в стороны, а иконки прямо вот так вот лицом к лицу ко мне вместе. Не так как-то вот легли, а вот так вот легли. И я говорю, Саша, посмотри, еще одно чудо. Посмотри, как иконки упали на пол. И еще не вижу, что, оказывается, молитвы материализованные лежали сверху. И главное, я говорю, Саша, так ты, оказывается, это написал уже молитвы? А что ж ты мне не сказал? Он говорит, ничего я не писал. Я говорю, ну как ничего не писал? Почерк до боли знакомый. А когда посмотрела внимательно, почерк совершенно другой. Почерк папы моего, который перешел до этого, 10 лет тому назад, до этого как. И даже вот он такой аккуратный у меня был. Вот если он ошибочку сделал, помарочку, он ее бритвочкой счищал. И здесь, значит, слово он, надо было с большой буквы, было написано с маленькой, исправлено на большую и бритвочкой подтерто. То есть Господь показал, что я отец твой. Конечно, я храню, я переписала эти молитвы опять на другой листочек, а эти храню, как память. А потом с пастами у нас как было, да, Саша? Купили мы 10 паст. А, кстати, Саша рекомендует ввести тетрадь для того, чтобы знать, куда у вас деньги уходят, на что уходят. И я, значит, разлиновала их так, эту тетрадочку, и пишу, купили 10 паст. Паста это? Зубная паста. И, значит, когда мы собирались уже в Архипольсповку, Саша говорит, возьми две пасты. Я говорю, зачем в лес дрова вести? Давай возьмем одну на дорогу. Там купим. Ну, естественно, когда-то что-то кончается. Здесь уже последнюю выдавливаем. И я думаю, их надо было две, а сейчас придется в магазин бежать за пастой. И, значит, тоже ноги меня опять. Не нужно мне было вообще в эту ванную комнату заходить. Открываю дверь, мне высвечивается паста стоит. Та, которая выдавлена, и такая же точно эта. Я говорю, Саша, ты посмотри, еще одно чудо. То есть произошла материализация. Приезжаем в Питер, говорим, ну, все равно же ум включается, а мало ли. А может быть мы купили больше, может купили меньше. Ну, в общем, как бы ум включается. У сына спрашиваю, он говорит, я, говорит, не трогал вашу пасту. Вот как мы использовали вот эту вот начатую, начали, так она и стоит. Посчитали, должно быть восемь, а у нас там десять. То есть две прибавилось, мы же еще использовали. В общем, короче, две пасты в Питере материализовалось, и в архиплоспорке. Такие чудеса. Как интересно. Поэтому, конечно, вот Сати Сай, он заботится о своих последователях очень здорово. Даже мелочевка. Дело все в том, что я могу рассказать, как у нас материализовались деньги, довольно крупная сумма, номер в номер, совершенно новая. И пахло випхутти пахло. И пахло випхутти. Это был 98-й год. Надя меня уже обучила массажу, мы вместе работали на массаже. Стре руки. И вот, значит, в один прекрасный день, когда мы, значит, мы летом живем в архиплоспорке, а зимой в Санкт-Петербурге. Квартиру закрываем. Мы, значит, уехали из архиплоспорки. Квартиру закрыли. Все привели в порядок. Деньги, которые заработали там. Значит, я их складывал. Я как кассир. Значит, в пакет складываю. Пишу, сколько там лежит. И клал на шифонер сверху. И когда мы уезжали, все деньги забрали. Пакет этот забрали. Приехали в Питер. Прошло полгода. Мы приезжаем. Вот 98-й год. Приезжаем. Вошли в квартиру. Ну, везде пыль. Естественно, за полгода. Я говорю, Надя, давай будем наводить порядок. Надя, значит, внизу наводит, а я поверху. Смотрю на том месте, где были у нас деньги. Этот же пакет. В таком же пакете. Такой же пакет. Я достаю. Деньги-то другие. Ну, смотрю, там 2 миллиона 200 лежит. Ну, это тогда были большие деньги. Вот. Номер в номер. Пахнет Витхутти. Ну, я сразу чувствую, что это материализация Сати-Сай. И мне идет мысль сразу. Купите два видеомагнитофона. Не делайте ремонт еще. Нет. Купите видеомагнитофоны. Два. Один, значит, в архивку. А я думал, зачем нам два-то? Мы даже забыли, что нам уже две квартиры. Санкт-Петербург. В общем, таким образом Баба дает нам вот какие-то материализации для того, чтобы, ну, жить спокойно. Заниматься духовной практикой. Я ведь вас обеспечил. Вам вас занимается духовной практикой. Ну, вот я думаю, на сегодня хватит таких рассказов, потому что энергетически это довольно емко. Емко. Вот много. В дальнейшем мы расскажем о том, как начался наш уже совместный духовный путь, в котором мы начали помогать людям. потому что цель какая? Спасаешься сам, помоги другому. То есть узнал сам, поделись с другим. И вот мы с Надей после того, как зарегистрировали брак, совершили такой круиз. И об этом круизе в следующий раз мы расскажем. Спасибо большое. Я под огромным впечатлением. Я этого не знала. Мы встречаемся, но как-то так отрывочками и так подробно мы не разговаривали о вашей жизни. Вот я очень вам благодарна. И у меня мурашки по телу. Мне тоже надо время, чтобы все это переварить. Спасибо вам огромное. Саши, саши, сайрам. Камин. Вы любите салат с нами? Ну как хорошо. Слушайте, вот тоже чудо хочу сказать. Я сейчас вот с ребятами поделилась. Говорю, такое чудо. У меня батарейка не села, во-первых. Мы больше часа разговаривали. И я молилась, что думаю, чтобы заметить, когда сядет батарейка, заходи, Саски. Заходи, смотри, с каким она букетом. Это же укроп. Это самый лучший букет. Лучше, чем розы. Спасибо, Саски. Спасибо. Да, она нашла магазин, где есть укроп. Я с вами поделюсь напополам. Я вел шею с дым хав-хав. У них только, говорит, большие букеты, поэтому она купила сразу много. и принесла мне половинку, а я дам вам половинку. Видите, как... Я даже не знала, что существует такой магазин, где укроп продают. Вам цветочек за ваше выступление. Спасибо большое. Настя, это русский... Как вы называете это? Диль. Диль. Я говорю, это русская трава, Russian grass. Она говорит, дил это называется. Смотрите, как красиво. Вы в таком красивом голубом цвете. Я, правда, тоже сегодня в голубом, но не в саре. А вы все в голубом, да? Очень красиво, да. А мальчики в белом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова